И мы начнем с того, что Прабхупада утверждает, и Священные Писания утверждают, что природа жизни – это любовь, Бхакти. Это любовь к Богу. Чистая, духовная, трансцендентная любовь. Дремлет в сердце каждого живого существа. Вот такое удивительное утверждение. То есть, оно уже есть. Другими словами, или по-другому еще мы слышали, что Прабхупада объясняет, что это не привносится извне Бхакти. Нет. Это сугубо внутренний процесс. Это подобно пробуждению личности или исцелению личности. То есть, как бы приход наше изначальное, естественное, нормальное, здоровое состояние. И материальное существование скрывает эту Бхакти и как бы является неким таким покрытием болезненным. Мы его так ощущаем. Как существование, которому всегда примешиваются какие-то страдания. Несомненно, это так. Но, поскольку существует могущественная иллюзия, такой наркоз, как бы, могущественный наркоз, маха-мая, иллюзия, из-за этой иллюзии живое существо не понимает своих собственных страданий. Или не понимает самого себя, так скажем. Вроде бы все нормально, мы думаем в иллюзии. Жизнь течет, как у всех. Собственно говоря, у меня все неплохо или даже хорошо, а может быть, даже и очень хорошо, но я все же не понимаю, зачем все это или кто я. Это иллюзия называется. Хорошая оценка или плохая оценка – это то и другое иллюзия в материальном мире. Но истина в том, что в глубине сознания, в глубине сердца эта любовь дремлет. Дремлет означает, человек спит, он видит сны, и он верит в них из-за иллюзии. Из-за иллюзии. Тот же самый пример. Он видит сны, и во сне он забывает, что это сон. Он думает, это реальность. Ничего не помнит о своем бодрствующем состоянии. Но когда человек переходит в состояние дремоты, он одновременно может испытывать и сновидение, и реальность. Такое как бы некое пограничное состояние, в котором трудно долго находиться. Либо мы засыпаем после этого, либо пробуждаемся после этого. То есть, когда мы утром переходим в состояние дремоты, мы сознаем, что время пора вставать. Есть сознание, реальности. И в то же время влияние сна еще достаточно сильное. И мы можем снова уснуть, посмотрев на часы, но еще три минуты можно полежать все-таки. Или хотя бы полминуты я еще все-таки полежу. То есть, очень могущеное влияние этой иллюзии. Что во сне я как бы чувствую себя счастливым, у меня хорошо во сне. Особенно утром. Лучше всего во сне, это утром, ранние утренние часы, это самый такой глубокий сон. И вот иллюзия навевает, что это самое важное время Брама Мухурта, люди не смогут подняться из-за такой силы Майи. Хотя это время, сатва гудны, наиболее бодрствующее состояние. Наиболее из всех. Из всех времен дня, раннее утро считается наиболее сильное по бодрствованию, наиболее трезвое состояние. То есть, утро вечера мудренее. И вот это пример дремоты. Дремлет, не спит, дремлет. Дремлет в сердце каждого живого существа. Это означает, что когда мы слышим какие-то звуки реальности, какие-то напоминания о временности жизни, об абсолютной истине, о Боге, о высшей воле, мы слышим, что что-то в этом есть. Какая-то реальность, это факт, что жизнь временна, это факт, что жизнь полна страданий, это факт, что есть болезни, смерть. Если поразмыслить, то после смерти новое рождение, если изучить все эти моменты научно, мы начинаем слышать, как из мира реальности, но все же во сне окажется лучшее. И все же эта жизнь затягивает снова этот сон. И так время-то времени мы пробуждаемся в какой-то дреме и снова засыпаем, и там в течение всей жизни, особенно в человеческой жизни, мы проводим много времени в дремоте и снова погружение в сон. И когда мы слышим, что в Бхактии дремлет в сердце каждого живого существа, есть различные проявления, например, какое первое проявление счастья в этом мире? «Что такое счастье?» люди спрашивают постоянно. Вопрос очень распространенный, на него ответа как бы считается нет. Но есть такая наука о счастье. Она описывает подробно все, с чего начинается счастье, каким путем проходит и какой цели в конечном счете достигает наивысшее, конечное счастье. Начало его ознаменует вера. Вы видели счастливых людей, у которых глаза сияют? Это вера. Это просто вера. Это начало пробуждения. Это то, что мы привыкли называть в этой мере счастьем. Вот человек счастлив, но почему? Никто не знает этот вопрос веры. Мы видим, что преданные, которые обладают верой в Бога, они становятся энтузиастичными, энергичными и при этом радостными. Очень много готовы делать разных вещей и в радостном состоянии. Сусуккам, картам, авиаям. То есть, исполнение приносит радость. Оно поддерживается этой практикой преданного служения. Во что человек верит, он это делает. Есть, конечно, разновидности веры в Бхагавадгите описывается. Есть веры в разных гуннах природы, религии в разных гуннах природы. Есть просто вера нерелигиозная. Вера в деньги, допустим, нерелигиозная вера. Вера в семейное счастье, независимо от Бога. Нерелигиозная вера. Вера в собственные силы, надежда и вера. Это не относится к религии. И на этом тоже иногда люди строят свою жизнь. Они любят какую-то концепцию, коммунистическую, может быть, или другую концепцию. Эта любовь проявляется в вере, и они действуют энергично, энтузиастично в этом направлении. Это счастье. Пока есть вера, они выглядят счастливыми. Потом можете видеть, что много людей материалистичных, недуховных, выглядят счастливыми. Потому что, возможно, у них есть деньги или будут. Вот скоро деньги хорошие они заработают. Они верят в этот процесс, в красивые одежды, в хорошие машины, в это будущее. Они строят планы, какой дом построят, где будут жить, как путешествовать по миру. Они строят планы в соответствии с какими-то материальными богатствами и выглядят счастливыми, радостными, сияющими. Их всегда где-то показывают в средствах массовой информации или их любят представлять в культуре материалистичной. Как они одеваются, эти люди, на каких машинах они ездят, в каких домах они живут, какие красивые у них жены, какие у них дети. Они забыть о здоровье, об экономике, о политике. Они много-много что могут делать. Это образованные люди. И так эта вера поддерживается не религиозным образом, а выделяются некоторые яркие моменты и представляются как смысл жизни, как цель жизни. Но в шастре говорится, эта вера, если она не направлена на Бога, она имеет временный характер. Значит, след за этим придет разочарование. Если видите человека, погруженного в депрессию, угрюмого, безрадостного, постоянно озабоченного, раздраженного, с чувством вины, это человек, утративший веру. Ничто иное. Неудачи не сломят человека, пока у него остается вера. Это знаем из эпизодов гражданской войны, перестройки. Пока люди верят, любые препятствия даже жизни дают с радостью. Я счастлив умереть за Россию дважды, сказал один декабрист. Когда веревка лопнула, на которой его вешали, она была гнилая, эта веревка. И по законам второй раз приговоренного человека нельзя казнить дважды. Закон запрещает, если попытка неудачная, он освобождается. Можно считать, что он уже казнен, пережил это. Но в том случае царь запретил и сказал, что все же казнить его второй раз нужно. И вот он сказал эту фразу, я счастлив умереть за Россию дважды. Вот пока люди верят во что-то, они даже умереть не страшны. Это называется счастье. Оно отразляется сначала с верой. Так и говорят веды. Адау шратха. Сначала шратха. Это первый шаг, если хотите быть счастливыми, нужно обрести веру. И путь к этой вере, он может быть непростым. Это любовь к ближнему, это любовь к родине, это любовь к природе, любовь ко всему живому, благочестие, благотворительность. В шастре дается много правил предписания религиозного характера. Как служить обществу честно и так далее. И постепенно развивается эта вера через путь благочестия. Вот почему благочестие лучше не благочестие. Оно дает выход на более высокие сферы счастья. Так как неблагочестие, когда мы неблагочестие все приобретаем, мы не можем быть счастливы никогда. Даже обретя и деньги, и все необходимые атрибуты, которых мы желали, мечтали, мы придем к тому, что жизнь пуста внутри. Нет больше веры во все это. Я не понимаю, зачем все это нужно? Это становится тяжким временем. Даже это здорово красивое тело становится просто тяжким временем. Чем красивее это тело, тем больше на него смотрят, тем больше от него что-то ожидают. Чем более умный человек, тем более влиятельный, тем больше от него ожидают, тем больше требуют, тем больше пытаются его эксплуатировать. И человек понимает это. Зачем мне эти богатства? У меня друзей-то нет толком. У меня отношений нет толком. Даже в моей собственной семье сколько разных проблем и разногласий. Почему мои дети наркоманы? У меня куча денег. Почему моя дочь стала проституткой? Что не хватало, так сказать? То есть, когда человек теряет веру при всем этом материальном обеспечении, он начинает заниматься извращенными чувственными наслаждениями. То есть, верит просто в свои чувства, в свой разум, в свое тело, в свою молодость, в свои способности. Это последнее, что ему остается. Исчерпав этот ресурс, он стал глубоко несчастным человеком. Этим путем веды запрещают идти. Это путь греха, говорится. Не идите туда. Страдания. Ад. Прямо на земле ад можно создать таким путем. Собственно говоря, мне даже иллюстрировать не нужно. Каждый из нас уже по лицам видно понимает, о чем речь идет. Столько примеров, столько иллюстраций. Ада у Шрадха, но что потом? Если мы хотим, чтобы эта вера развивалась дальше, в акте, у каждого есть. Но это не означает, что мне не нужно больше ничего делать. У меня просто есть любовь к Богу в сердце. Остальное не важно. Нет. В Шастрахе есть процесс от Шрадхи до непосредственных отношений с Богом. Это путь, указанный Ачариями. Садху. Саду-санга мы говорим. Почему так важно? Сначала вера, потом Саду-санга. Только Ачарии, Саду, чистые сердцем, личности могут указать этот путь собственным примером. Саду-санга, это интересный момент. Насколько я помню от слова сад. Или сан. Саньяси. Сад, сан. То есть, общаясь с такой личностью, мы можем ощутить вкус вечности, о котором Кришна говорит в Бхага Вабидите Арджуне. В 13 главе Бхага Вабидите. Сейчас я тебе дам вкус вечности. Это объяснить нельзя. Когда мы говорим вечности, это нельзя объяснить. Когда мы говорим знания, это нельзя объяснить. Когда мы говорим ананда, это нельзя объяснить. Это очинтия, это духовная энергия. Они необъяснимы никаким путем. Они обозначаются, как природа души. Но чтобы объяснить, чтобы непосредственно протягшие, попробовать на вкус, нужен человек, обладающий этими качествами сад, щит, ананда. Непосредственно личность. Так же, как если мы хотим согреться, нужен огонь. Никаким другим путем невозможно согреться. Так же, как если мы хотим воду, мы должны пойти к реке, к источнику воды. Никаким другим путем невозможно. Так же, как если мы хотим молока, мы должны пойти к корове. И также, если мы хотим узнать, что же такое трансцендентный мир, что такое душа, что такое личность, что такое любовь к Богу, мы должны пойти к садху или к духовному учителю. Все садху, они духовные учителя. Все преданные, они учатся и обучают других. Это все является гуру таттва. Все это суть духовные наставники, духовные учителя общества. Они учатся сами, общаясь и обучают других, общаясь. Саду-санга, когда человек приходит на уровень саду-санги, его вера, достаточно, чтобы близко общаться с преданными. Здесь должна быть более сильная вера. Потому что общение с садху вызывает страх. У большинства людей, во всяком случае, вызывает страх, потому что присутствие садху выявляется собственной недостатки и глупость. И чем более я себя считаю умным человеком, тем мне труднее подойти к садху. Чем более я себя считаю уважаемым и состоявшейся личностью, мне труднее подойти к садху, потому что я чувствую, что там все мои возвышенные концепции, все мое благочестие, оно просто растворится в прах. Как правопад сказал по поводу Америки однажды и вообще людей западной цивилизации, у них нет никаких хороших качеств, потому что они не общаются с садху. Откуда им взять эти качества? Они их просто имитируют. Они подражают смирению, подражают почтению, они подражают этим вещам. Но как только у них возникает нехватка денег, они революции делают. Как только им нужны какие-то ресурсы, они войны объявляют. Где же эти качества? Они внешние, они более или менее внешняя культура. Или, так сказать, на показ, мы эту культуру, мы поддерживаем на показ, хотя бы сделай вид, что ты уважаешь человека. В основном нам приходится делать вид, что нам что-то нравится, потому что постоянно говорить правду опасно. Но садху никогда не льстит. Он всегда говорит правду. Почему так? Потому что у него есть любовь в сердце. Это совсем другая окраска. Если, скажем, президент страны скажет президенту другой страны, вы живете как кошки и собаки, то ситуация будет очень напряженная политическая. Но правопаду мог говорить так. Даже приехав в Америку, он мог заявить, что вы живете как кошки и собаки. Не воюз равновесие умы политиков или кого-то еще. Почему так? Правопада садху. Его слушали и соглашались. О, с вами же прав, это так. Почему? А ему ничего не нужно. Когда он это говорит, ему ничего не нужно материального. Ему не нужны никакие атрибуты. Ему не нужна никакая материальная вера. Он не живет материальной верой вообще. У него нет материальных целей у этого человека. Поэтому, если он это говорит, у него другие мотивы. И поэтому, когда мы общаемся с садху, хотя он говорит правду, мы говорим, нектар наставлений. Какое счастье! Какое трезвое, правдивое счастье! Настоящее, неподдельное! Этого человека нельзя купить. Он всегда говорит правду, я хочу с ним общаться. Только он мне скажет правду! Даже если я поклонюсь ему и признаю, что он мой гуру, он не будет меня эксплуатировать. У него нет этих мотивов. Он все равно будет говорить мне правду. Если даже ему дам пожертвование, он все равно мне скажет правду. Если даже дам большое пожертвование, он еще большую правду скажет. Вот такой мне нужен для общения. И когда эта вера позволяет нам приблиться к садху, и мы испытываем садху вопросами, слушанием, и убеждаемся в этом, наше счастье становится очень могущественным. Мы начинаем гордиться своей духовной жизнью. Это истинная гордость пробуждается. То есть ваше «я», вы начинаете утверждаться в этой позиции. Означает, что это более твердое, более стабильное счастье. Но если мы хотим углубить это счастье, необходимо заняться преданным служением, потому что садху занят преданным служением. Саду, санга, значит, тато, баджана, крия. Это естественно. Если мы говорим о развитии и счастья, это больше нектар, поэтому это естественно. Не так, что мы прошли первый класс, теперь нужно второй класс, потом третий класс, и заканчиваем диплом, получаем и уходим. Нет ничего подобного. Это вкус. Вера, счастье. Но еще большее счастье – общаться с преданными. И еще большее счастье – вместе практиковать, вместе воспевать святого имя. Это же нектар гораздо больше, он увеличивается. Обеспечивается. Продолжение следует...